всем доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики моего канала с вами снова я майнкрафтер дмастер и сегодня так что еще лина им привет да мы продолжаем наше выживание на этой техно магической безумной сборки где 150 плюс модов это что не бьешь вот но короче да продолжаем здесь выживать первая серия он читали комментарии всем все понравилось короче все там говорили советы давали там еще что-то ну радовались что наконец-то у меня летсплей на канале выходит я тоже радуюсь что мне нравится эта сборка но короче немного расскажу я в общем поиграл между первой и второй серии чуть-чуть убрал всю траву спойлер оставил факел и посадил кучу кучу деревьев он туда также скрафтил вот этот вот сундучок для алины чтобы все эти вот растения травки всякие семечки там листья которые я нарезал ножницами потому что тут они везде левитировали помидоры кайф из матоматы вот ну короче да то есть короче ну надо было конечно ограничить деревья чтобы не росли вот такими здоровыми но это потом сделаем конечно и тростник по мере возможности выращивал и вон там в эти сундучке его уже как бы ну приличное такое количество ну то есть не то чтобы прям дофига но достаточно также хотелось посортировать немного сундуки но мне так лень было так впадлу и я только ростоун отсортировал всякие ростоун штуки вот в этот сундук вот ну и рельсы туда закинул я поняла что если еще раз меня кто-то убьет то я взорвусь и выйду поэтому я нашла решение я нашел длинное решение мы если нажать f4 то открывается такая вот менюшечка кисну показа там все вот и посмотрите на самые последние две строчки можно сохранять инвентарь после смерти и сохранить опыт после смерти у меня как раз есть немножечко кристалликов на счету и я поэтому куплю себе это да вот да люкс разда люкс начинается то есть 90 рублей по скидкам можно купить вот но неплохо неплохо у меня скидка сто процентов я за один кристаллик смогу купить за один кристаллик за один кристаллик я хотел сказать да покупай уже такой хоп уже не владелец зато с привилегией доски леги справедливо в целом так хорошо кисла проверим купила да я купила но я смотрю что еще я купил я могу через слэш fly писать не 2 без остального ты только это купила мы честно играем а еще могу знаю что еще могу писать слэшбэк если ему удобно тебя сделаем перед один это это просто привилегий для нубиков заходи в клиент просто перезайди в игру именно выйди сервера за не и сейчас мы с тобой тебя убью и посмотрим вы будете мы должны проверить уж чтобы я тебя убил ему провели сма домашнее насилие домашнее домашнее насилие это ну и домашнее насилие просто решил показать женщине где место я ничего не выпало ничего не потерялась тоже такую штуку она купить для нам не может есть за то что я так батя давай проверим мне 38 уровни из меня были поверьте ничего еще накопаешь куда 38 уровней может и сначала их колбочки переделы короче знаете что я почитал ваши комментарии многие советую что сначала лучше начать не с магии а с технических модов потому что технические моды помогают лучше фармить перекрафчивать ресурсы и так далее а в целом технических модах я плюс-минус разбираюсь лучше да и если честно здесь виновата вот этот блокнот потому что я начал читать все это дело короче туда сюда нажимал сюда тут читал сюда нажимал это читал сюда нажимал это читал и подумал ну его нафиг если честно потом с этим разберусь за магические моды вот если бы они не были нагромождены такой тонной текста чтобы это понять то думаю я бы понял видимо я слишком туп для магии возможно с этим будет разбираться мой борщ я очень умная что у меня бар самый умный у меня мама гисма вот и поэтому я решил что скорее все буду разбираться с мода механизм я в комментариях прочитал что многие говорили create либо механизм либо и то и то вообще типа этого построен механизм здесь есть типа солнечные панели ветряки есть такие компрессоры плавили я думаю так ну плавили значит будет быстрее плавить да то есть как бы это нам выгодно это нам надо вот значит компрессор значит будет скорее всего компрессировать что-то ну и так далее здесь еще куча таких штук и принципе можно это сделать я думаю вы плюс за это получить опыт и так далее смотри какой мне меч есть такой я не знаю откуда он у меня починку знамечен я ничего не делала у меня в рюкзаке лежал мне кажется это этот мой друг чайл дестройер мне закинул твой друг где я новый друг конечно вот ну поэтому короче я пока что арка она ведем дропа но на временно не навсегда не навсегда я хочу с ним разобраться выглядит прикольно хочу быть магом хочу взрывать жопу всем воду в целом и так получается без этого за не выпускаю долго серии там киром же и так далее короче вот и получается давайте знаем немного механизмом в этой серии все таки возможно как бы могу сервис крестить снова часа два может даже три поэтому ну возможно и магии тоже в этой серии завести но пока что дать техно техника и в этом я знаете я больше такой техник у меня больше такой склад ума поэтому давайте в механизм пойдем открываем квесту добро пожаловать механизм нам гарантия механизм это технический мод отлично ну а для того что нам нужно магический мод и нафиг типа все в прошлой серии тогда будем через магию играть в этой серии нафиг магию тип который изменит ваш игровой опыт механики мода основаны на химических химическом превращении обычных материалов и в их улучшенную версию а также развитие продвинутой энергетики начнем с осми окей ну я осми добивал поэтому награды забираю мне даже дали сырой осмей один и следующее у нас квест это слиток носки выставка у меня тоже был поэтому основа забираю награду просто осмемпихают и следующие теплогенератор я был генератор имеет два режима работы активный и пассивный круто что здесь так объясняется в реально когда сам разбираешься технических модах просто технических модах я разбирался раньше вот то всегда была проблема что не значит значит однако мудичейка другая ячейка 3 там же куча ну она интерфейс всяких ячеек вот поместите горящие материалы внутри механизма такие как уголь джунут понятно типа чтобы начать вырабатывать энергию пассивный поместите горячий блок такие оклава рядом с механизмом чтобы начать вырубку ну круто 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 так ну типа генератор крафтим кис мы получается с тобой да я лутаю деревню так давай тут железные три железная слитка осмевый слиток медные слитки и печь и две доски ну это легко это прямо вообще легко кстати зависимы заметили мне стали темный интерфейс это поставил ресурс пак напишите в комментариях как вам потому что если вам не понравится я может его уберу мне в целом нравится вот ну главное чтобы не нравилось конечно ну что вам тоже понравилось ребятки я вас тоже думаю не переживайте так два этих сюда осмевый слиток сюда три железных слитка сюда и что-то нужно было еще для этого теплогенератора я забыл уже совсем так а печка точно печь 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 но печь можем просто отсюда вытащить опечь давайте сюда так и крафтим получается этот генератор сюда здесь вроде сюда не вот так вот было так 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 и вот так отлично теплогенератор готов и теперь можем завершить задание завершаем задание получаем парочку осмевых слитков и немножечко опыта дальше у нас с вами получается металлургический наполнитель или погодите что сюда все правильно наполнитель так логически наполнитель используя для создания различных материалов и компонентов крафтов мода так а ну кстати знаете что я подумал наверное будет глупо просто ставить эти штуки здесь ну вот так вот наверное стоит эту часть более ботаническую или магическую тему сделаем а вот ту часть карты нашего острова я буду под технологии какие-то сделать наверно здесь нужно сделать сначала куда рабочее место кому-то workspace чтобы получается здесь можно было комфортно работать да то есть ну деревянный не знаю деревянный так ринч на таком будь блок найти строительный для этого этого я вот бегаю ртп 6 постоянно тут постоянно уже кто-то был да потому что мир старый меня все не жаловались то что от весь зачистил и учете собрались пачкой и просто взорвали висят наверное стоит может почаще вайпу делать а я уже написал это разработчику он сказал то что это хорошая идея мы подумаем над этим вашим предложением достанем и перезвоним не но не так конечно сам но ну сделают к ним клада пока что сделаем workspace из дерева потом его немножечко заменим под более такое техно магическую всякую штуку туда хотя конечно было прикольным белый блок знаете что было похоже на какую-нибудь лабораторию такую техническую а белый блок белый блок ну что может быть это может быть кварц например для этого нужно ватте за кварцем правильно еще может быть железо но это надо быть богатым папой карлы вот так же я думал ферму тростника потом убрать и сделать автоматизированную ферму тростника и звонили ну либо возможно если кому-нибудь с помощью крейта там горят есть такие механизмы автофермы и так далее было прикольно их поделать если честно вот здесь сделаем всю эту нашу темку пока что сделала небольшой вы намного места не занимала сейчас уже куда размах беру огромное на самом деле всего один механизм в интере как будто вы знаете уже 20 штук скрафтил такой куда же их поставить а там деле не так все ставим тепло генератор обойдите если я с ним рядом лаву поставлю то наверное он будет гореть да то есть это будет проблема доски то будут загораться так ладно наверное стоит не слетать в обычный мир шахта добыть просто каких-то строительных блоков типа булыжник или чего-то еще это неплохая идея даром нет отница я в шахте тут еще заброшенный шахт типа на линна 05 а что из этого сланца крафтится он ничего себе только темный полированный глубины сланец типа есть а давайте из него сделаем реально типа этого сланца он темный прикольный а ребята еще расскажу и почему я решил механизмы делать то что ну чуваки комментариях писали что ну с развитием технологий будут лучшие инструменты будут лучше всякие вот эти вот гир броня и так далее и можно будет проще фармить ресурсы даже фармить таких боссов типа условно говоря мобов там до жирных таблину игроки они будут помеха поэтому технические моды вызывать тоже важно для этого потому что эти только по его такой дерьмовый кирка сели прочагу мы крутую электронную кирку там дрель там или бур какой-нибудь да но соответственно бур бур мяф-мяф бур мяф-мяф нам нужен бур мяф-мяф нам нужен бур мяф-мяф да вот соответственно с такой штукой будет гораздо проще ну фармить ресурсы потому что ресурсы такая штука которая ну который нужно постоянно фармить да бур бур мяф-мяф не стесняйся лутайся у меня нет дерева что-то дерево есть каньона нашел может хотя бы алмазы будут ухты не алмазы нашел погоди это сейчас сдохну не надо а я умер да у меня сохраняется опыт и шмотки есть новым заодно и проверили я просто что-то не подрассчитал давно мы играть не играл не прочитал ой и читер да читер здесь знаете в тп написал так вот два алмаза у меня у меня алмазный кирка была представляешь хорсти дома алмазный кирку давай у меня есть от лишние за счет ресурсы не копай наковальня тут наковальня есть я сварую да забирай надо бы сделать накопаешь и все надо бы сделать стол зачарования потому что но изчаровывали уже все инструменты чтобы копаться гораздо быстрее а то мы копаемся ну реально как черепахи в этих шахтах это очень бесит если честно бесит это факт опыт есть все есть а еще нужно будет книжные полки крафт ёшкин макарёшки я займусь этим дерьмом у нас про все для этого вроде есть я плюс нашел 10 никто что ли 20 неопределенно нравится это дерьмо так весь были алмазы вот тут были алмаза отлично алмазы думала в ближайшем будущем пригодятся они часто используются в крафтах технических так далее так отлично это все это всего лишь один алмаз серьезно так и будут еще алмазы на даже не знаю как мне здесь поступить а но это скудненько знаешь типа я нашел две разных спавна алмазов кучки да и в одной был два маза в другой один они каждый было по одному алмаза вол лучше чем 0 1 уран пока непонятно зачем нужен не буду отбывать у нас такого около стака уже такой еще алмазики хорошо мне крутая подводных пещерах ходу дофига алмазов здесь да их видно да их очень хорошо как будто бы с новыми версиями майнкрафта гораздо комфортнее в шансе стала находиться до основной версии майнкрафта еще новый более в новой версии вышли кисло мы даже играешь на 19 фактически уже есть там 121 вроде 120 но это все равно круто потому что я говорю я вот фактически из-за чего я не возвращался в модовые сборки потому что 13 году 1710 это было здорово да типа это было актуальная версия понимаете у него плюс-минус типа близкая вот а ну в 2023 это уже типа шлак если честно вот ну как мне кажется и куда не зайдешь на другие сервера по майнкрафту в комментариях написал да вот но кристалликс конечно лучший сервер по мини-играм но не лучше по модам лучший владелин чем он лучше там ни одной сборки на 1 19 нет да там есть какие-то 1 16 5 вот это вот херня и так далее золото тоже копай по возможности золото очень важно проблема но не я ничего не против лолилэнда ничего не имею в этом играете красавчики хороших проекта там много или многие рекламе ли но там нет 119 сборок понимаете как он может быть лучшим если ну на новых версиях она оставаться на новых актуальных версиях это очень важно с новыми актуальными модами типа у них ничего нет то есть как бы очевидно значит то что можно сделать вы что ну и такой уж он и крутой этот лолиланд ваш понимаете может приставить как обычно как обычно походить приставить так на твоя получается нет смысла пока копать какие-либо роды здесь потому что можно уже делать зачарование можно соберемся на базе ну замутим чем-нибудь жесткая борщ так давая быстренько скрафтить сундук для хлама чтобы всегда знала где он а я в алмазный кидаю но не кидай в алмазный там же типа это так сразу можно листа а вот только в этот раз я могу крафтить не сундуки я в этот раз могу крафтить агрей апгрейды апгрейды да я и сману чё ты извини я просто копаю каждый алмаз и за ним еще два раза внутрошок перебиваешь каждое мое слово по приколу не 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 я тут алмазный жилу нашла жесткую а понял но это круто нам алмазики нужны там и книжки вот здесь вот ой боль я идиот вот здесь в этом я идиот боже я кликнул улучшением по сундуку и он улучшился представляет ой ладно скину ставить свой хлам который она собирал пока что до чего 18 алмазов кстати неплохой только хлам на самом деле так хорошо давай еще раз а в принципе это не может быть хлам сундук слышишь и так подумал а почему просто не сделать сундук хлам сундуком в принципе что он мешает правильно что используя вам барс ага золотым стал так дальше и обсидиановым надо сделать обсидиановый апгрейд нужно дай мне восемь сидя на держи девять это все что есть где эти обсидиана да дала мне и делаем вот так вот делаем 8 а все что есть все что накопало ну еще чарку тела ну анды молодец барс хорошие надо будет кирку для что было больше накопать еще смотрите улучшаем сундук до алмазного и вот теперь улучшаем сундук до авокс я заберу до обсидианово я хочу скидрить черепи визу скидали нифига себе за квест ничего еще улучшаем я хочу сломать обсидиановый сундук возможно сломать он же выпадет да он выпадет и получается чтобы мне засчитала его за квест много получится забудь да получилось забудь только у меня продать фул инвентарь надо бы отойти выкинуть шмот чтобы можно было взять квест квест сдаем это я забудил чуваки далее и получил это железный блок так через ставлю обсидиановый сундук вот сюда вот и закидываю в него весь этот хлам чтобы он не пропал отлично и смотри теперь у нас есть официальный хлам сундук хламдук отлично нужен отдельный сундук для знаешь чего для руд отдельный для дерева там а я думаю да 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 ну вот это вот для рестауновских всяких штук если что из нижней деревянной потому покачаем это вот для пшена ну да мы все сделаем нужно будет просто базу делать понимаешь базу бейс правда так смотри только нам нужно что сделать там где книги 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 вот 15 штук а мы из них делаем книжные полки они делают очень просто то есть нужно просто доски и книги соответственно так доски у нас есть книги у нас тоже есть объединяем все это дело оп-оп и и так вот а я за черный поставил вот здесь и тут же наковальню окей тогда мы делаем вот так вот и того у нас получается коврин десятый но можно и на эффективность 2 алмазную кирку там есть починка в сундук а так погоди ну мы же можем сказать не фу и ну конечно нужно уровне будет дофига для всего этого можно же обузить эту систему типа знаешь там о кирк 2 2 на эффективность 1 перекрасить эффективность 2 типа да да но у меня уже эффективность 2 из зачарования то есть сейчас это абсолютно бесполезно для нас хорошо 1 вернусь к я пока к своему плану у меня есть теперь сланец да знаете белая бы конечно выглядела получше по моему субъективному мнению но черная черный цвет тоже прикольный я пока рыбачу мне ни одной даже крутой книжки не выпало ты рыбачишь и но ты ресурс на фармишь не я рыбачу я у меня рыбизма конечно так полностью плотной механизм и строить него что может быть за еще нужно будет генератор будет где-нибудь стоит сбоку сделаем здесь для него вот такое вот местечко для генератора может рядом будет глава так металлический обмитир эту штуку делом делать сначала поставим это сюда а я могу что закинуть уголем него пассивную энергетику вырабатывать надо было бы найти где-то лава лава давай 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 лаву мне ты найди мой бурс мой бурс а я пока скрафчу эту штуку так для этого мне нужно две печки и два три четыре железная слитка двое растонос мини высветащий изи это просто такое изи изичная изи прямо у нас только я даже не ожидал что будет настолько просто то я нашла тебе лаву мэл лав бов ловушка металлургический наполнитель готова это я скрафтил и квест завершён принцип основан на наполнении предмета который лежит в красном слоте нет это визуальный бак видимо лазельку опыта мне опять восьмого снимать все левее центра предметом которое накладется в желтый слот края вот это все хорошее описание это понятно что теперь делать кнопка дамп очищает внутренний буфер наполнитель уничтожая предметы положенные в желтый слот неплохо 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 хотя ну теперь понять не будут разбираться с модами потому что в своих модах это обычно не написано поставлю где-нибудь неподалеку от этой штуки может даже вплотную пока что он не получает пока энергии пока непонятно как запитываться если честно можно до его поставить какой-то определенной стороной вот это было бы неплохо тоже объяснить вот так вот возможно да никого-то вы соединились о энергия появилась да все 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 энергия появилась веру нас есть металлогические накопители отлично что нам это дает в целом давайте подумаем можно его прокачать благодаря схем управления различных а есть снизу еще нас а сменивый компрессор компрессор нужен это крутая тема и энергетическая плавильня еще ее можно будет улучшить фабрику будущем неплохо как они делаются о здесь как раз таки уже схемы начинают ну нужны бы да то есть компрессор делает тоже и схем продвинутая схема управления какие-то наполненный сплав ты посмотри-ка а это редстоун получается запихнуть сюда в железо ситки получается этот наполненный сплав понятно как раз таки вот сюда нужно запихивать ну давайте попробуем сделать посмотреть что из того выйдет железо редстоун в работу пошло неплохо давайте сделаем этих наполненных слов это штука бы уменьшить если честно справа она немного напрягает зато знаешь что справа есть этот значок собрать все награды а справа такая что нажми что-то ой я нажал ой я нажал ой мне чудо дофига всего он давали кисма я даже не знаю возможно карачи спинетов удалилась потому что у меня интер был не полный но теперь он фул забит либо все просто ровно влезло и дали продвинутый нифига куда механизм крутой дали продвинутый энергетический куб о кисма у меня и для тебя подарок вот для тебя тоже подарок смотри ты готова офигеть давай смотри ого до тебя барс да все для тебя ты мой барс тут все на ману почти одна и чувствует такие штуки чудо лицами а у нас еще есть кожа я не заметил лол раз два три наковальня сюда пожалуй перенесем они книг силу не городу сделаем так и теперь у нас зачарка уже на 18 уровень но это конечно все еще не тридцатый сразу же этих вот наполненных сплавом сделаю не знаю зачем они но могут пригодиться а но я хотел естественно графики 2 их сундука стеклянно чтобы кисточки бороться было очень много места еще один сундук я не буду делать алмазным это будет такой знаете сундук для технических штук что там были всякие микросхемы всякого этого чушь собачья вот чтобы можно было этим пользоваться а где алмазы алмазы я не взял да две штучки еще раз два тогда что я мог этим пользоваться что мне не приходилось поднести сундукам это все искать естественно конечно не факт что эта штука тоже не забьется скорее всего забьется но пока что лучше и все равно взять на красоте будет здесь стоять вот вот мой workspace смотрите потихонечку уже превращается что-то интересное единство что есть надо крышу сделать это не суразно что ну типа механизмы работают на воздухе есть дождь пойдет так хорошо что я сюда могу улучшить улучшение якорь либо генератор камня улучшение или камень либо лыжник по мере необходимости что такая сюда я могу скорость добавить наверное скорость да могу увеличивать скорость механизмов закидываем все скорость механизмов теперь у нас здесь есть я поставил а еще он улучшение энергопотребления блин возле я буду скрафтить а вот на энергии улучшения к крафтится о дев marinako крафтится стекло купок даже там еще сделаем золотая пыль крафтится как сделать золотую пыль гол а есть типа разные золотая пыль золотая пыль механизм это просто дробитель и закинуть haben okay и дробитель давайте посвоз�� сделать доробитель как раз есть guide два ведра лавы кстати в это ведра на вас стоит на ведра лавы нужно два ведра наполнить лабой окей nuej или эта шантики кисман скажите принесу два ведра ok так теперь акравки эти два сундука наконец-то в стеклянный. И кисментаг, помнишь, был вот этот птенянный сундук, да? Ага. Теперь сбоку от него еще с одной стороны, с другой, два стеклянных. Я нашла лаву и яблони еще нашла. Так, нашла лаву, все, сейчас иду к тебе с ведрами. Все, беру лаву. Кто-то явно бегал. Беру я лаву. Раз, беру лаву два. Отлично. Раз, два. А, стальной корпус. Из чего он делал? Сталь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ага, понятно. Обогащенное железо и уголь. Ух, да, сложно пока. Ну, я постепенно разбираюсь, да. Так, обогащенное железо, как его получить? Ага, железо и тоже уголь. Так, ну мне нужно, знаете, что для удобства скрафчивать я еще один металлургический наполнитель, наверное. Он все-таки мне пригодится. И нужно что-то с энергией делать. С энергией вообще я врал просто. Ну, реально просто проблемы какие-то. Наверное, знаете, что все-таки... А, принеси кожу. Принеси кожу. Я здесь скрафчиваю зачарование. Как можно выше левелом. Попробую эффективность 3 сделать и пойти просто добыть миллиард угля. Так, хорошо. Сюда. Ага, сюда. Книги делай. А ну, книг опять мало. Реально. Мало-мало. Нужно больше. Мало. Ой. Что? Пишу, слэш, RTX не дает. Ну, кисма, что поделать? Надо купить себе нормальную видеокарту. Либо, кисмочка, можно выиграть офигенный крутой ПК. Понимаешь, да? На офигенном, крутом конкурсе. Который прямо сейчас проходит на сервере Crystallics. Мм, ты знала? Да. Я, конечно, знала, но у меня есть эта икс-карта. Уже на 26 левел зачарка. Прикинь, почти, почти немного не хватает. Нам все-таки подожду. Хотя тут эффективность 3 уже дают, представляешь? Мгм. Ну, ладно, мне кажется, еще. Все-таки надо потерпеть. Надо потерпеть, пока ты кожу не найдешь. Я пока так справлюсь, знаешь. И так сойдет. А мне искать кожу? Я просто рыбачу. Ну, не рыбачу. Я же не сказал, фарми ресурсы, ищи кожу. Так, я принял решение оскравдить еще один металлургический наполнитель. Интересно, кстати, будут ли они запитываться, если будут стоять рядом? Потому что, смотрите, я объясню. Мне нужен этот металлургический наполнитель. По какой причине? По той самой, что здесь у меня уже рестаун, да? И из него тоже уже что-то делается. И надо бы сделать, наверное, вот здесь вот лаву, кстати, еще одну разлить. Надо будет с лавой еще раз гонять. Такое лава? А-а-а! Горю, горю, горю! Нет, 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 нет! Быстрее, где вода? Где вода? Надо будет воду к себе поближе здесь разлить, кстати. Чтобы вот так вот не нужно было бегать, и можно было тушиться там, если я случайно так зафакаплюсь. Просто смотрите, здесь нужно какие-то рестаун, где-то уголь нужен, где-то алмазы нужно пихать. Не хочется каждый раз это дропать. Я уже переборщил немножечко. Так что давайте еще один сделаем теплогенератор. И вообще хочется, наверное, сделать, может быть, какую-нибудь там, не знаю, солнечную панель или ветрогенератор. Из чего он... Ох ты, йокси-мокси! Ну, делаются, конечно, эти штуки уже гораздо, гораздо сложнее. То есть, а вот так просто этого не сделаешь. Солнечная панель. Ой, ну тут... Так! Это все легко, это все легко. Энергетический планшет. Да, в принципе! Давайте-ка, ребята, сделаем реально. А только мне вот интересно, а как в этом моде механизм передаются, ну, передается энергия. Может, есть у кого-нибудь какие-нибудь провода? Ага, провода есть. Капец, у них крафты какие-то. Что это за атомный сплав? Жесть, здесь, конечно, крафты тяжелые, чуваки, вообще. Даже с техническими модами какие-то сложности есть небольшие, но ничего страшного. Думаю, мы с... А, от этих проводов можно делать. Можно идти сам, получается, фиговый провод. Я не могу понять, здесь градацию проводов. Вот это, видимо, первый уровень, это второй, это третий, это четвертый. А это уже вообще, типа, метр в секунду. Но они отключены, то есть они, наверное, не нужны. Интересно, а если здесь лавовый не источник, то будет ли теплогенератор от этого работать? Тоже интересный вопрос. Ага, теплогенератор готов. Ставлю его, получается, сюда. И энергия тоже заполняется, да, то есть можно использовать вообще один источник лавы, я так понимаю, здесь уже фул. Здесь у нас тоже постепенно начинает набираться энергия. Отлично, отлично. И здесь она тоже начинает копиться. То есть, в целом, на пассиве оно может работать, накапливаться, это здорово. Так, теперь мне нужен уголь, получается, сюда. Уголь, уголь, уголь. С углем вообще все туго. Надо как будто бы устроить угольную экспансию, либо найти уже альтернативные источники энергии. В принципе, я нашел альтернативные источники энергии, но пока что... Я хочу сказать, что провода, провода, да, чтобы передавать энергию. Так, дробители. Я, конечно, лучше сначала, наверное, камеру обогащения с крафтой, да, вот это вот, типа, но нам нужен стальной корпус, в любом случае, а для этого нужен сталь. А для стали, как мы уже поняли, нам нужна эта стальная пыль поганая. Ага, вот, да. Здесь углерод, отлично, углерод и обогащенная железо. Стальная пыль. А обогащенное железо Это железо, потом обогащенное железо А, ну да, все, отлично То, что нужно, то есть сначала мы закидываем просто железо сюда У нас начинается делаться обогащенное железо Нужно будет больше углерода закинуть Чтобы потом с помощью этого углерода Делать уже из обогащенного железа остальную штуку Кайф, все, я в этом разобрался Ура, ура, ура Я понял, как это работает, уже неплохо Уже мне нравится тот прогресс, который у меня здесь есть Конечно, это очень скудный прогресс Но лучше, чем ничего А, и знаете, железо после этого все Оно сразу все делает То есть оно типа скипается из жизни, можно сказать Так, хорошо, закидываю теперь сюда обогащенную сталь И обогащенное железо Из нее уже сделают нам сталь А из этой стали, получается, мы сделаем стальные слитки И сможем сделать вот эти вот стальные блоки Которые нужны вообще для всего Для энергетической печки, они нужны, стальной корпус Возможно, я выбрал самый идиотский способ делать сталь Возможно, есть какой-то более, ну, хороший способ Какой-то более простой Может быть, надо посмотреть, как это делается вообще в целом Но, к сожалению, типа, я пока не нашел Можете в комментариях мне, конечно, написать, что Ой, да мастер, ты идиот Можно было сделать все в тысячу раз проще Так, а, ну а пока что мы с вами сделаем в любом случае Солнечную панель Ну, типа, это халявный источник энергии Делается очень просто Для этого нам нужно наполненный сплав Есть железо-слиток есть Осменевые слитки есть Давайте сделаем элементы солнечной панели Они делаются из стеклянных панелей Редстоуна Наполненный сплав И осменевые руды Кстати, осменевые руды у меня, скорее всего, просто не хватит на все это дело Так, раз, два, три Это готово Раз, два, три Это готово Раз, два, три Раз, два, три И раз, два Не понял А, Редстоун по бокам Тьфу ты, е-мое Понял свою ошибку Понял ошибку Да, вот раз, два, три Все, три штуки готова Отлично Так, теперь мы с вами открываем солнечную панель Смотрим Эти три штуки есть Это есть, это есть, это есть, это есть Это есть И энергическую штуку Здесь нужно два таких Три золотых слитка и Редстоун Чтобы добавить рецепт в избранной О, Ф Погоди-ка Ф, Ф, Ф Это что у нас? О, так можно было? Нифига себе Можно, оказывается, и рецепты в избранной А, ну-ка, если я нажму сюда А, то они исчезают Все, отлично Давай оставим здесь солнечную панель Нужно все эти штуки из механизма сюда добавить Чтобы каждый раз не открывать эту штуку Да, они просто внутри будут слева Ты сразу же на них нажимаешь А, и даже показано, что у тебя есть на них Нифига Ну-ка, если я так сделаю О, так, ой-ой-ой Как это удобно Солнечная панель, дорогая моя кисточка Мы сделали это Ничего себе Ты будешь питать ее своей энергией? Да Ты же солнышко Так, получаю Получаю уровень Можно сделать продвинутую солнечную панель Из чего же она крафтится Из четырех солнечных панелей Это вызов Это я хочу сделать продвинутую солнечную панель Так, здесь энергии не хватает А если я поставлю здесь солнечную панель О, нифига себе Вот это прикол Просто как она шпарит Как она зап... Ой-ой-ой-ой-ой Если бы я изначально знал, что солнечная панель такая имба Я бы даже и не крафтил эти бесполезные теплогенераторы Вы просто посмотрите Можно просто на каждый механизм по солнечной панели ставить Это будет достаточно Ну, либо, конечно, научиться крафтить провода Научиться делать хранилище энергии Да, то есть, вот это вот, скорее всего, хранилище энергии Да Фактически у нас есть хранилище энергии Вот у нас здесь находится продвинутый фактический куб Да, то есть, как бы, вот Можно из него сделать Еще более Продвинутые кубы Но это пока нам не нужно Ну, то есть, да Ну, просто пока что у нас нет в любом случае Получается проводов Я думаю, в комментариях не напишут, что с ними сделать А как их вообще в целом сделать Ну, либо этим можно делать Но просто я пока не понимаю А, вот А, вот А, вот А, вот Теперь понимаю, дорогие друзья Теперь я все понял Теперь я все понял Каким был я глупцом до этого момента Ага, тут снизу есть Вот, нужно сначала получить Среди стали Здесь провода Да, 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 да И здесь вот хранилище получается И эта штука, кстати, скрафтил Нужно за нее лук забрать Это у нас превратится в стальную пыль А стальную пыль мы просто на... Где угодно Да, просто в плавке Остальной слиток Погнали, делаем Да, да, да Остальной слиток Я думаю, скрафтит там Эту супер крутую печку И к ней нужно будет, наверное, солнечную панель сделать Ахахаха Солнечная, солнечная панель Где она у нас Она такая солнечная Она не такая солнечная, как ты, Барс Барс Берем эти штуки Ладно, все-таки солнечная панель Солнечная панель меня уговорила себя сделать Так что я ее сделаю, пожалуй, еще немножечко этих панеличек Оп Четырес Пять Шесть На шесть На шесть Не хватает На шесть У нас чего не хватает? Не хватает одного осмевого слитка Блин Вот с осмемным проблемой Так, если ты говорила, у тебя Зачем ты это штуки что поставила? Какие? Гриба света? Красиво А дальше этот кожух? Кожух Я куда-то выкинула весь кожух тебе вроде Ту-ту-ту-ту Так Ставим еще три книжных полки И давайте Скажите мне, пожалуйста, что теперь хватает Тридцатый уровень Да, я достиг его тридцатого уровня И теперь могу зачаровать свою кирочку Для начала мне нужен лазурит Лазурит у нас тоже имеется Я чарую У меня сразу же есть эффективность 3 Я думаю, можно не мелочиться Эффективность 3 чарую, правильно? Чарую, конечно, солнышко Кто тебе запрещает? Эффективность 3 Да, еще одна на эффективность 3 делаем И у нас даже прочность 3 Эффективность 3 Класс Класс Книгу запихивают Что отдают Про нанзающая стрела Про нанзающие острота Ну, фигня всякая Так, ну давай еще одну ламазу кирпу скрафчу Я смотри, тут этим оккультизмом занимаюсь Смотри, какой у меня огонек красивый Оккультизмом А ты говоришь про это вообще что-то? Нет Вот смотрите, расскажу вам Ааа, что я делала? Вот Смотрите, покажу вам Аааа, что ты говорила? Да я хвацнула, земля Хвацнула Я нашла вот такую штуку Посадила ее Вырастила Вот, получается, можно видеть блоки из другого мира, но пока что я сделала огонек, потому что так говорила книжечка в квестах. Вот огонек. А, блоки из другого мира, мне кажется, нужно видеть, ну, в обычном мире, нет? Ну, наверное, да. Я пока просто по квестам иду. Причем квесты есть из, ну, вот, которые квесты на сервере и квесты, которые квесты в книге. Поэтому приходится и то, и то делать, вот. Прикольно. Ты проговариваешь, когда квесты делаешь, чтобы зрители тоже знали, чтобы Саня показал им. А потом пройдешь целый мод, и никто о ней об этом даже не узнает. Угу. Ну, вот я огонь сделала, вот награды лутаю. Лутать награды приятно. Лутать награды приятно, конечно, да. Вот я тебе что говорю, видишь, прикольно здесь эти квесты сделаны, потому что, ну, типа, когда тебе дают какую-то награду за выполнение чего-либо, ты такой, типа, о, да, кайф, немного радуешься этому, я не знаю, я радуюсь. Все, вот теперь, теперь какие-то развилки пошли, линейная закончилась. Да, вот, смотрите, как раз-таки я хотел показать этот прикол для тех, кто вдруг не знал. Если вы берете, видите, две кирки, то есть у вас получится в любом случае нужное зачарование, да? Смотрите, так я трачу всего четыре уровня, чтобы сделать себе эффективность четыре, да, но если бы я засунул вот так, тут больше зачарования, видите, да, то есть, как бы, уровень больше нужен. И таким образом это не выгодно, а так всего четыре уровня, и кайф, и мы делаем новую кирочку, эффективность четыре получаем, удачу два, прочность три, офигенную кирку я сделал, кисма. Ты крутой, Барс, ты крутой. Я классный, да, я классный. А это ты для меня сделал? Конечно, Барсик, для тебя, но если ты будешь фармить, просто ты сейчас занялась каким-то модом, может, я сам в шарту пойду. Иди, иди. Ну, могу тебе дать, если ты пойдешь фармить. А я могу себе просто зачарить кирку, а то у меня 34. О, погоди, да я сейчас, ой-ой-ой, я сделал две кирки тебе и мне, кисма. Я сделал одну кирку на прочность три, эффективность четыре, удачу три, и вторую кирку сделал на эффективность четыре, прочность три, удачу два. Просто одну кирку я зачаровал, и потом еще одну зачаровал, соединил их, да, а вторую я просто с первого раза зачарнул. Так, погодите, я вообще отвлекся. А, мне нужно его смелости. Так, блин, его смелости. А, дайте в шахту. Да, все, я портнулся в обычный мир. И отправляюсь в шахты. Не, ну с этой киркой, конечно, ребята, посмотрите, вот это, конечно, ну, другой разговор. Просто как будто бы на новый уровень ушел. Развитие. Это даже еще не модовые кирки. Да, ох, модовые, там будет, конечно, жестко. Судя, потому что можно посмотреть здесь в 4 в кирке, да, вот здесь вот этот вот этот мультиинструмент, эффективность 10, удача 10, понимаешь? Ооо. Да, это мощь. Водых выглядит осмелая руда, выкапываем. Отлично, ну ладно, уголь тоже заберем. Теперь я знаю, как выглядит осмелая руда, такие белые капельки, надо запомнить. Ну, если я увижу, я тоже капнул. Когда копаю руду, мне кажется, что тут сзади подходят к мне, знаешь, что ты женишь. Ой, я нашла, я нашла этого, этого жесткого моба, босса нового. Где? Этого Вардена, Вардена. Вардена, не ходи туда, он тебя зафигачивает без грани. Ну, тут такие красивые блоки, вау. Ну, в принципе, ты можешь сходить, если тебя убьют, ты ничего не потеряешь. К нему, я не хочу идти, к нему страшно, я никогда с Варденом не дралась. Он тебя зафигачивает, у вас не будет драки. Это будет избиение, да? Это будет насилие жесткое. А, и кстати, знаешь, еще из-за того, что я прокачку на рюкзак сделал, типа, у меня в каждом стаке теперь ништя 4, а 128 блоков. Ну, примерно. Кайф вообще. Я смотрю, у меня 128 угля в одном стаке, а 74 в другом, думаю, нифига. Мне тоже такая штука нужна. Да, это я получил за квест. Тут просто столько сундуков, вот прямо у этого Вардена, вот именно этих шахтерских. Еще... Напрыгалась. Что такое, Барс? Что случилось? Барсик, расскажи. Я вообще не хочу лутать сундуки. А что, тебя Варден нашел? Ой, ладно, я хочу лутать сундуки. Я выбила тапочки котеночек, называется. Это стоило от этого стрессового переживания? Это стоило от моего стресса. Ой, я надела их, они сказали мяу. Мяу, да, реально. Да, знаешь, что произошло? Я просто открывала сундуки, лутала. Очень много сундуков, открываю очередной, он на меня нападает. А ты звуков не слышала о никаких странах? Нет, я просто подошла, он стоял как-то странно, не очень ровно. А, ты решила к нему подойти? Нет, я решила его отзолотать. Ну, просто он типа это, он типа... У него типа нет глаз, ты в курсе? Так, у него были тапочки котеночки, так что все в порядке. Что нужно женщине для счастья, понимаете? Тапочки котеночки. Ой, ой, все, кажется, моя смерть близка. Да, смотри, Варден, он по эхолокации, он двигается. Там видела такие штуки? Да, 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 вот я ее видела только что. Да, эта штука, если тебя заметила, то все, он знает где-то. А все, с меня слепота пропала, видимо, он не понял. Не, 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 он просто знает где ты. Так, все, мне надоело это шахты, я отсюда депортируюсь. Я тебе торт поставила, Борис, чтобы ты мог... Так, смотри, ну, чтобы все сделать по красоте, я еще сюда осми закидываю, еще осми беру, вот всю эту руду вообще забираю в целом. Уголь беру, много всякой руды беру, чтобы ее сразу же поставить, переблагаться здесь везде. Блин, ну я нормально резов нафармил, я прям даже доволен собой, я только алмазов мало нафармил, а все остальное прям вообще на красоте. У меня как раз нужны алмазы, есть два алмаза? А, я нашла, все в порядке. Так, панельки тоже забираем, я хочу скрафтить сейчас солнечные панели. Все ли мне на нее хватает? Да, все. А, нет, погоди, сначала переднем крафтке солнечные панели, сначала должен эту штуку скрафтить. Все, хватает. Так, все, хорошо, крафчу еще две солнечные панели. Отлично. Так, и теперь я пока не буду их ставить, пока закину их в сундук, у нас две солнечные панели дополнительные появились. И нам нужно сделать, с вами, дорогие друзья, наконец-то мы можем продвигаться в этом моде, наконец-то я подформил, энергетическую плавильню сделаем прямо здесь, чтобы я уже мог не отходя от кассы здесь все сделать. У меня, в принципе, все для этого есть, стекло есть, сталь есть, я сейчас это прямо сейчас так вот делаю, и готово! Энергическое плавильня у нас теперь тоже имеется. Я, наверное, поставлю его здесь вот через слот, и у нее сверху будет стоять солнечная панель, чтобы она всегда могла работать, функционировать, и что-то... А, у нас ночь. Так, все, у нас энергическая печка работает, и теперь мы можем здесь сделать всякую грязь. Например, я могу закинуть сюда осмывы и слиток, да? Или что там? А, руду железную, и все. Смотрите, все, я могу здесь перерабатывать все ресурсы. А, можно здесь стороны еще настраивать, выход синий, энергия зеленая сзади. Прикольно, прикольно. Так, но работает, конечно, оно плохо. Я бы, конечно, ускорили. Если скорость ей сделать нормальную, то будет здорово. А еще улучшение энергоэффективности было бы тоже неплохо замутить. Но это уже попозже. Так, давайте заходим в квесты. Мы с вами забираем награду. Мы, наконец-то, выполнили дурацкий квест. Ну, не дурацкий, интересный целом квест. Он просто был сложным для меня. Долго нужно было разбираться во всем. Так, хорошо. Теперь мне нужно сделать осмиевый компрессор. Он из чего делается. Ого-го-го. Ого-го. Ну, думаю, эта штука вообще пригодится. Осмиевый компрессор. Давайте его тоже сразу же сделаем. Пока не знаю зачем. Но просто нам советуют это сделать. Я думаю, типа, это все пригодится. Так, давайте просто добавлю его в книгу крафтов. Ага. Сделаем две продвинутых схемы управления. Делаются они достаточно просто. С этим даже дурак справится. Так, так. Мне их сразу нужно две, кстати. Поэтому делаю сразу две. И заодно сдаю квест на эту схему управления продвинутую. Получаю опыт. И получаю осмиевый слиток. Даже это нифига себе. Так. Ну, а теперь переходим к нам к этой штуке. Нужно еще будет два ведра пустых. Кстати. А у меня есть два пустых ведра. Отлично. Все правильно. Стальной слиток забираем. Крафтим эту штуку. Отлично. Крафтим эту штуку. Отлично. Теперь у нас есть осмиевый компрессор. Расставим его, пожалуй, вот здесь. Потому что здесь, возможно, нужно будет еще один металлургический дополнитель сделать. Потому что там еще есть алмазная штука. Вот здесь сбоку. Это я точно знаю. Так. Хорошо. Теперь у нас есть осмиевый компрессор. Пока что мы его использовать не будем. Но он в данный текущий момент не нужен. Но мы можем собрать с него опыт и так далее. Так. Теперь мы можем сделать с вами камеру обогащения. Работает камера как дробитель. Перерабатывает руды в пыль. Данная машина на начало вашей фабрики в переработке руд. Улучшая ее, получаете больше слотов и возможностей. Понял, понял, понял. Крафтится элементарного оценка, как говорится. Поэтому сейчас мы берем стальные слитки. Закинем еще сразу же стальных слитков, где перерабатываться. Блин, все. Я прямо уже, знаете, немножечко подразыгрался, если честно. Подразыгрался. Вошел в раж. А, будет обогащенное железо. Это обогащенное железо. Еще нужно вот так вот сюда. Ага, да. Так, хорошо. И получается, получается, получается стальных слитков. А, у меня есть 5 слитков. Отлично. Делаем еще один. Эту вот хреновину делаем одну. Так, и теперь делаем вот эту вот хреновину. Представляешь, Кисмочка, ко мне пришла булочка Барса, что-то хочет. Да? А, боже, точно. Все правильно, Кисма. Просто я попросил булочку Барс прийти, когда у нас уже будет записано 2 часа летсплея. Чтобы мы смогли его закончить, понимаешь? Точно. Вот она, что пришла и мявкает. Да, если булочка Барс пришла, дорогие друзья, значит, она уже говорит, что пора с ней играть. Поэтому нам нужно заканчивать данную серию летсплея. В принципе, ну, если честно, немного скудноватенько мы с вами развили. И с другой стороны, мы прокачали себе инструменты. Ну, немножечко, ну, сделали зачаровальную. Тоже неплохо. То есть, какой-то прогресс есть. Ну, какие-то сундуки там и так далее. Лина начала в оккультизме развиваться. Это хорошо. То есть, мы вроде бы делаем и технику, и магию. Потому что мы играем на техномагической сборке, ребята. На техномагической сборке, да. Все верно. Вот. Ну, а если вам нравится, то заходите, играйте вместе с нами. Мы сейчас специально с утра играли, чтобы было меньше игроков. Ну, даже сейчас с утра уже 24 человека. Офигенно. Думаю, на каникулах, может, вообще будет фул забит. Это будет прям офигенно, если так будет. Не переживайте, если не будет хватать серверов. Я уже договорился с Ивривом, с разработчиком. Он сказал то, что, если что, может поднять еще хоть 20 серверов по 80 слотов. То есть, в теории, еще целых 1600 игроков сможем принять. А с учетом того, что мы сейчас будем рекламиться, я прям хочу, чтобы все, кто любит модовые сборки в Майнкрафте, поиграли на наши сборки. Потому что, ну, реально 1.19. Ну, я не буду про это... Я, наверное, не буду останавливаться. Буду говорить в каждом видосе про это. Это реально хайп, чуваки. Это хайп, потому что раньше можно было бы играть в это в соло, да? Можно было бы играть в соло с большим количеством модов, да? А на серверах, куда ты не зайдешь, постоянно были одни и те же сборки, одни и те же моды. Одно и то же, в общем-то говоря. А теперь, ну, благодаря нам, вы можете испытать совершенно новый экспириенс, дорогие друзья. Совершенно новые ощущения. Кстати, я получил... Ха! Хочешь прикол? Пока заканчивал, короче, получил награду за штуку, которую сделал. Мне выпала другая штука, за которую я получил награду, за то, что я ее сделал, хотя я ее не делал. Хотя она просто выпала. Да, хотя она просто выпала. Это забавно. Вот. Так что, друзья, спасибо вам, что смотрите. Огромное спасибо за все ваши комментарии. Под этим видосом я тоже все прочту. Там было, ну, за первый день там 150 комментариев написали, из которых я, наверное, 40 написал, потому что я отвечал многим, кто что-то писал. Поэтому пишите комментарии. Обязательно что-то советуйте. Вот, благодаря... Вот, видите, мне просто советуют в комментариях механизмы развивать. Видите, вот-вот-вот-вот ваш... Ваши комментарии до чего довели, я читаю комменты. Вот так вот, да, ребятки. Ты пока прощаешься, я почти все-все наше дерево вырубил уже. Да, ну, мы, я думаю, между сериями тоже что-нибудь сделаем. Типа, засадим дерево, может быть, какие-то ресурсы переработаем. Может, зоги объясним, как зайти, да? Я просто сделала топорчик на эффективность 4, прочность 3, удача 3 зачем-то. Ну, вот. Теперь кайфую, рублю дерево очень быстро. Алмазный, да. Ладно, хотя бы алмазный. Вот, ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Ну, это все. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Пока-пока-пока-пока.